Здравствуйте! В этом году печальную статистику гибели на воде открыл трагический случай, произошедший в Уилском районе. Там 12 мая. В запрещенном для купания месте утонул мужчина 1968 года рождения. Его труп выловили из реки местные жители. Всего по Казахстану в этом году до начала купального сезона утонуло 16 человек. С каждым годом необходимость в спасателях на районных водоемах и городских прогрессивно растет. Спасвод провел на этой неделе практические занятия со спасателями из районов. Всего в этом году обучение методам спасения утопающих прошли более 60 добровольцев со всей области. Качество первоначальной подготовки будущих дружинников на воде специалисты оперативно-спасательного отряда ДЧС оценивают на средний балл. Выворачивайте, но голову поворачивайте аккуратно, чтобы не сломать позвонки шейные. Такие простые приемы могут помочь спасателю в непростых ситуациях на воде. Как уверяют специалисты спасвода, практически у каждого тонущего включаются первобытные инстинкты. Находиться выше воды на какой-нибудь опоре. При этом даже девушки и дети приобретают хватку, с которой порой не может справиться неподготовленный, но взрослый мужчина. Зачастую в сводках, если утонуло сразу два человека в одно время и в одном месте, то это, как правило, утопающий и его спасатель. В этом году количество бесплатных пляжей в нашей области возросло с 25 до 34 и 32 из них в районах. А значит региону просто необходимы подготовленные спасатели. Необходимость эта связана с тем, что в этом году в районах области практически во всех сельских округах у нас открываются пляжи. Есть пляжи частные, но основная часть пляжей это пляжи коммунальные, бесплатные. Ну и конечно все это имеет одну очень большую цель сокращение гибели граждан на водоемах области. Тем не менее уровень подготовки дружинников составляет желать лучшего спасателей, готовят их по собственной инициативе совершенно бесплатно. Но неделя подготовки, по словам самих сотрудников спасвода, это слишком мало. И все же это лучше, чем ничего. Согласно статистике в нашей области уровень детской смертности на воде прогрессирует с каждым годом, а количество мест для купания только увеличивается. Поэтому постоянный присмотр за отдыхающими на местных водоемах нужен как никогда. Если брать 2016-2017 год, да, статистика у нас увеличилась на 3 человека. В прошлом году в 17-м гибель была больше, это у нас погибло 22 человека на водоемах Актюбинской области. И увеличилась статистика у нас в прошлом году, это по детям. Из 22 погибших 12 это были дети и подростки в возрасте до 18 лет. Если до этого у нас в предыдущие года была гибель, когда тонуло 7-8 человек детей, то вот в прошлом году, это печальная цифра, вот была таковой, 12 детей. В ходе занятий с дружинниками-спасателями последние изучили правила безопасности. На водоемах методы оказания первой помощи действовали при возникновении ЧАЭС на воде. За 6 лет проведения обучения спасателей-добровольцев на базе Актюбинского оперативно-спасательного отряда было подготовлено 434 человека. Я работаю в Байганинском районе в сельском округе бухгалтером. Но вот уже два года я летом работаю спасателем-добровольцем. Это сложная, но благородная работа. И такие учения каждый год необходимы для обеспечения безопасности на пляжах. На следующий день спасатели начали проверять Актюбинские коммунальные пляжи. Работа будет вестись вплоть до официального открытия купального сезона до 1 июня. Актюбинскими водолазами оперативно-спасательного отряда уже проверены все коммунальные пляжи 9 районов области. Сейчас проверяется Актюбинское водохранилище. Осмотр дна Актюбинского водохранилища вблизи от коммунального пляжа начинается в 11 утра. Чем выше солнце, тем лучше видны бутылки, камни и другие предметы, представляющие опасность для отдыхающих. Осмотр пляжного дна всегда проходит в паре. Один под водой, другой на берегу. Веревка необходимо для подачи сигналов и для обеспечения контроля осмотра. Как отмечают спасатели, пока вода прозрачная, дальность обзора под водой достаточно высока и мусор на дне видно отчетливо. Самые загрязненные в этом отношении новые коммунальные пляжи. Раньше они были дикими и следить за чистотой было просто некому. Но этим летом все должно измениться. На сегодняшний день таким образом проверено 7 из 15 городских пляжей. В субботу будет здесь убран весь мусор. Сейчас водолазы проверяют дно, уберется все стекло, отличные предметы, кирпич, бутылки. В субботу выставятся буйки, будут отдельные места для детей, для взрослых отведены. Будет подготовлен к первому числу, к открытию будет готово все уже. Сейчас все районные коммунальные пляжи уже проверены, остаются только городские. Но до 1 июня спасатели обещают проверить пляжи нашего региона на 100% и останется следить уже не только за чистотой, но и за безопасностью отдыхающих. В прошлом году в водоемах нашей области утонуло 22 человека, 12 из них дети. Последние чаще всего погибали в воде на диких пляжах без присмотра взрослых. Это была рубрика подробностей и я ее ведущий Антон Пережогин. До встречи!